Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас мы с вами разберем вопрос, методика, как изучать языки программирования с нуля, выбора языков. В общем, наверное, очертим все вопросы. И, в принципе, я буду разговаривать именно о школе программирования Болсыновского, да, то есть о ее методике. Это моя методика, точная годами. И я собрал вопросы, которые, наверное, крутятся в голове у каждого человека. Видео длинное будет, чтобы мне уже не писать уроки в школе, сразу говорю, по 10 минут. В этом суть, чтобы человек быстро запоминал. Просто мне написал наш белорус, и я разъяснял, но, в принципе, если почитать переписку, то я всегда говорю, разберитесь, не спешите оплачивать. То есть для меня важно, чтобы человек пришел, он хотел учить язык. Ладно, не будем отвлекаться. Не будем отвлекаться. Я немножко дополнил, но вот Эдуард писал. Я изучаю Python пару месяцев, прошел несколько курсов, немного изучил функции, декораторы, ООП и все прочее. На некоторые вещи даю с трудом. Хочу в глуби знания начать практиковать Django. Сам я бухгалтер. Немного знаю основы HTML, CSS, GC, PHP, SQL. Прочитал инфу на вашем сайте. Хочу пойти по пути Django и Кот, но не могу систематизировать прочитанное. Дальше. Если подпишусь, будет ли четкая дорожная карта, какого уровня достичь, какие направления труду, можно ли дополнительно за оплату с вами заниматься. На этот вопрос сразу говорю, ребят, лично я не работаю, просто нет времени. Но вы увидите, что в группе я помогаю. Ладненько. Я немножко по-другому все сформулировал, но вы ответите и на эти вопросы. Итак, поехали. Методика. Как изучать языки программирования с нуля, выбор языков. Мы, ребят, очертим проблемы, вот первое, да, и поставим задачи. Берем так, что уровень 0. То есть, грубо говоря, есть огромное желание изучать язык, но с чего начать, как делать правильно, это вопрос. Да? В принципе, лет 8 назад я бы на него тоже не дал ответа, поэтому тогда я только записывал видео. Сегодня в школе есть определенная методика. Вот, например, я буду приводить примеры ребят. Тоже Сергей Асачи начал писать через полгода на двух языках. При этом, учитывая, что Kiwi, Django, Python, OOP и может уже разобраться в том же DC. То есть, вот такой подход сегодня будет в целом. Теперь по SPB, кто позже будет смотреть это видео, я все равно сейчас буду приводить пока этот сайт. Но, ребят, я его переписываю, скажу сразу. Поэтому сайт вы можете увидеть другой. Но был он написан, долго я собирался духом, но в конце концов последние два года собирался, потому что много всего напутано. И были еще вопросы по отработке методики, когда появилось уже достаточное количество ребят, которые изменили свою жизнь, стали программистами. И явно вычертилась за годы вот эта наработанная методика, то то, что я рассказываю, будет и на новом сайте. Может, что-то будет изменено, да, чуть-чуть. Пока, для тех, кто пришел в школу. Значит, заходите в кабинет, видите значки, под ними ссылочки. И вы будете ходить не только на этот сайт, а на разные сайты. Вот на этом и ориентируйтесь. Все пока, погнали по методике. Итак, первое. Очертим проблему, поставим задачи. Первое. Вопрос, который стоит у того человека, который хочет изучать язык программируемого, мы будем рассматривать питон-котлин, но язык на самом деле не важен. В данном случае можно любой, хотя важен, какой изучать, куда тратить усилия. Это мы тоже рассмотрим. Так вот, человек просто не знает, как изучать. И мы ряд вопросов будем дальше ставить. Итак, методика. Методика. Порядок изучения целей, задачи, видеоплан. Значит, ребят, сразу скажу, что чтение книг никогда вы не станете программистом. То есть, это не значит, что надо понимать, что не придете к Бусановскому и не станете программистом. Нет, я не это хочу сказать. Я хочу сказать, что пока вы в голове не уложите, как лично вы будете изучать, вот я по ходу буду добавлять видео, которые вы потом обязательно должны посмотреть, да, которые будут, ну так, в мыслях попадаться. Это тема, поэтому меня ругают, что я где-то отвлекаюсь, это можно было вырезать, ну, у меня вот так. То есть, вот это видео после этого посмотрите. Ваш план и ответ на вопрос, как, собственно, изучать язык программирования. То есть, по сути дела, не потом, не чтение там книг, хотя, пожалуйста, читайте, хоть там, зачитайтесь. А вопрос, как я буду изучать язык, это первое. Как я буду понимать, что я двигаюсь, что мне надо делать, чтобы этот язык во мне прорастал, проявлялся. Ведь это все действия, новичок эти действия не знает. И я не знал 8 лет назад, и 4 года не знал. А вот, когда, после 7 лет изучения, я уже начал понимать, когда ребята начали расти. Поэтому это видео смотрим. Сначала я вам расскажу, вот я считаю, что вы сейчас смотрите, как ребята сделаете. Вот вы сейчас до этого момента дослушали, и открываете описание. То есть, смотрите видео, смотрите видео, ваш план и ответ на вопрос, как, собственно, изучать язык программирования. Многое будет перекрываться, но надо посмотреть. Теперь, давайте по школе. Вот вы пришли с самого нуля. Порядок изучения, цели, задачи, видеоплан. Итак, пришли. Кабинет пусть будет новый, но методика будет та же. Первое. Пришел новичок, нажал ссылку. Не знаем Python. Начинаем изучать все уроки подряд на сайте pro365.net. Со временем я их перенесу, но пока просто, ну, нет времени, ребят. Ну, несколько школ веду, переписываю сайт, поэтому, честное слово, ой, если было больше часов в сутках. Ну, хочется больше помогать. То есть, грубо говоря, здесь уроки именно с нуля, которые понимают дети шести лет. И типа, и типа, сейчас, 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 я продолжу мысль. То есть, вы смотрите, вот с этого ресурса можно посмотреть и бесплатные уроки понять, но сейчас немножко они другие, тут совсем были простые. Это ж было несколько лет назад. Не важно, что курс сделан там в 2013 году. Пока есть Python 3, курс будет актуален. Вот и все, там ничего не меняется для новичка. Дальше смотрим продолжение. И смотрим все подряд. Теперь, ребят, смотрите, ну, смотрите и читайте. Читайте, потому что, ну, не видят. И поехали. Числа в Python и так далее. Ваша задача выполнять все инструкции. Здесь, допустим, есть инструкция еще раз пройти типы данных. Но ведь, понимаете, вот когда я открою сейчас письмо, мы поговорим еще подробно, и какого уровня можно достичь, если идти по пути вашего материала. Да, про уровень вы поймете вообще со всего этого курса. Вот у нас Сергей Асачий. Просто, чтобы, вот, отвлекусь, да, про уровень поговорим. Вот тут будет эта ссылочка, вдохновляющие примеры ребят. Сейчас я ее размещу. Вот здесь сразу ответ. Вот Михаил, я собрал здесь, ребята, три истории. Не зря. Один парень, Денис, пришел давно, полтора года, потом отсутствовал. Потом пришел, просветление, начал писать код. Вот Михаил Беляковский закончил дорогие курсы за 500 долларов, но пришел в школу и начал писать код. В школе, да, всего тут в школе, там, грубо говоря, 30 долларов в эквиваленте, там, потому что деньги разные, люди с разных стран приходят. Пожизненный доступ. Потому что я хочу помочь, да, начал писать. И вот Сергей Асачий. Через полгода он уже начал писать на двух языках. Знаете, почему? Ответ прост. Он просто выполняет все рекомендации. Какие рекомендации? Вот дам опять два видео, то есть вам много придется посмотреть, но все укладывайте в голове. Решение принимать вам. Вот недавно писал видео. Сейчас, секунду. Сейчас, сейчас. И что делать? Просто, видите, вот все, что выплывает, я стараюсь говорить. Сейчас, секунду. Вот. Изучаем Python правильно. Этот фрагмент включить, да, я написал. Включить обязательно в методику. Продолжу к этому. Видео я добавил, в описании оно будет. Вот смотрите, я просто основную идею сейчас формулирую. Вот появился еще очень активный человек, Владимир Фомичев. Вот он бросил код. Я когда читал, вот читаю, да, здесь, не важно, что не понимаете код. Я просто, чтобы вы понимали меня. Прошу обратить внимание на то, что методы применения для списка для... Подождите, сейчас, сейчас, сейчас. Не то немножко я хотел дать. Вот. Было домашнее задание, да. Владимир Фомичев делал домашнее задание. Ну, человек написал, что сейчас пока рою линукс и хочу разобраться с ООП. Вот он в конце пишет там, да, допустим, возвращает версию Python, регулярное выражение вырезает только нужные сведения, вместо можно использовать срез. Понимаете, я тут то понимаю, что человек должен был написать наоборот. Надо использовать срез, а потом регулярное выражение, потому что они медленнее, да, медленнее на самом деле. То есть регулярное выражение можно использовать, но по минимуму. Здесь не в этом дело. Я ему написал, Володь, распишите, что такое срезы. Да, он написал, спасибо, Валерий, когда я уже закончил третью часть домашними, я осенил, я же мог сделать проще. Абсолютно верно. Ну, вот к чему я это рассказываю. А вот теперь представляем школу. Хорошо. Сидит новичок. Он три недели изучал сайт, да, допустим, там PythonTut, то есть Pro365.net. Прошел эти срезы, и вот он прочитал, я думаю, большинство ребят в школе просто посмотрели домашнее, но это с Володей надо. Но не в этом дело, ребята. Смотрите, попалось срезы, вы читаете в группе и себя ловите на мысли. Я не зря вот дал вам видео, дам, целых 40 минут это вдалбливал. Но если вы в голове понимаете, что срезы у вас пробелы, да киньте вы сейчас все, вот идут срезы у вас в руки сами, сядьте и проделайте этот код. И все, они навсегда у вас будут четко запомнены, потому что, объяснил, дело сейчас не в срезах, школа так построена, что в группе, обратите внимание, я постоянно направляю. Сразу отвечаем еще на один вопрос, который говорится, с кем я работаю. Ребят, да я работаю, у меня принцип работы со всеми, кто, сейчас, где тут мы смотрели, со всеми, кто активно работает. Со всеми, кто активно работает. Я ж, просто в школу приходят, сейчас вернемся к методике, совершенно разные люди. Есть, приходят программисты, есть ребята, которые закончили университет и хотят там действительно научиться писать на Пайтоне после университета. Это все правильно, потому что высшее образование это корка, но не знание. Нельзя там получить, потому что много всего материала. Дальше, следующий момент. Помните, я говорил про Сачева, почему он начал писать на нескольких языках? Да потому что, если в группу, в любую рубрику войти, везде будут сообщения о Сачева. Он все пропускает через код. Вот вам и ответ. Так делайте так. Так большинство ребят стесняются. Так вот вам и ответ на вопрос, почему я работаю с теми, кто не боится, да, я даю домашние задания самостоятельно уже, да, вот, сделай так, сделай так. Я знаю тех, кто стесняется. У кого-то меньше времени он реже занимается. Они это увидят. И это им поможет. Но, когда я вижу, что в группе человек, это не надо никаких договоренностей, это пришел и начинаешь все делать, да, и писать в группу не бояться. Вот пошли домашние задания, бери и пиши. Я увижу, что где-то что-то хромает. Сразу говорю, подтяни сейчас это, это и это. И я то это делаю, я вам объяснил зачем. Просто очень много ребят, которые, ну, то ли стесняются, то ли считают, что уровень меньше. Да не надо стесняться. В угол у нас не ставят. Двойки не ставят. Никто ругать не будет. Нормальная, спокойная атмосфера. У нас можно только помогать. Потому что там ругать, обзывать, у нас этого нету. Это никто не допустит в группе. Поняли, да? Поэтому не надо задавать вопрос, потому что вот я, бывает, приходят ребята, я хочу там вести что-то. Ну, я просто пишу, ну, чтобы меня поняли. Берите, делайте домашние задания. Начинайте писать код. Будете писать код, я подскажу. Вот и все. Весь вопрос простой. Хотя, это время ценное. Если бы я, допустим, только индивидуально с кем-то занимался, это, ребята, российских было бы 30 тысяч в месяц. Потому что время дорого очень, понимаете? А здесь, получается, человек оплатил пожизненный доступ, хочет заниматься. Он, получается, как бы индивидуально занимается. Но я-то понимаю, что и другие ребята это увидят. Поэтому я помогаю. Сергей Асачий столько отмахал примера, увидите. Так он же и пишет. Надеюсь, поняли ответ на вопрос. С кем я работаю и почему. По-другому нет другой методики. Ведь люди разные приходят. Новички, с опытом, со знанием одного языка. То есть, нельзя составить общую методику для всех. Но, я четко понимаю, всегда можно помочь человеку конкретно в таких вопросах. А так для школы есть все, для всех одинаково это видео. Кто с них что вынесет, мы об этом и говорим. Итак, возвращаемся к методике уже, да, не отвлекаемся. Вот эту мелочь поняли, важную. Что проходили где-то срезы, ну, прошли. Где-то там у вас там в подсознании, в сознании что-то такое проходили. А тут баз в группе, еще раз повторяю, это важно. Со срезами работа. Да бросьте вы все. Отработайте эти срезы, но уже осмысленно. Итак, пришла тема по функциям. Делайте свой план, проделайте по функциям. Так вы постоянно будете подтягивать именно практику. Потому что я даю направление, то что нужно, на практику. Теперь, давайте вернемся. Ну, извините, я буду отвлекаться, потому что то, что приходит в голову, сейчас надо все донести именно. Порядок изучения цели. Итак, пришел новичок, мы с вами рассматриваем. Изучил с нуля. Здесь, кстати, есть пометка, с какого момента изучать Джанго. Теперь открываем сайт. Не знаю, где потом будет ссылка. Но пока именно там, где она есть. Открываем сайт, берем главную. Как изучать Джанго. Другие методики не работают. Ребят, запомните одно простое правило. Кто-то пытается изучать Джанго, там, взял, вот сейчас версия 2, да, допустим, актуально. И вот он взял версию 2. Да нифига, вы не выучите. Ведь в Джанго что важно понять? В Джанго постоянное, даже в пределах версии, вносятся изменения. И вам надо запомнить вообще все ключевые вещи. Ключевые вещи, а ключевые вещи и их изменения можно запомнить, только изучая версии, начиная с малых. Тогда вы эти изменения будете переживать самостоятельно. Сейчас, это наш курс, сейчас. Как раз эти инструменты надо будет затрагивать. Сейчас, секунду, кое-что покажу. Просто я говорю, к примеру, открываем файл настроек. Я по файлу настроек уже четко понимаю, какая передо мной версия. И если, допустим, нашли вы код, вот особенно новичок, вставит, а раньше была Джанго, там другая, в другой библиотеке хранилась. Сейчас в библиотеке в Джанго Темплейт хранится, допустим, контекстные процессоры. У меня на это не уходит никакого времени. Я просто беру и переправляю, потому что я знаю, где они находятся. Но я знаю почему. Потому что я знал, где они находились в версии 1.7, 1.8, 1.9, когда изменились, в какой версии что добавилось. Историю Джанго. Это единственный правильный путь начать, хотя бы изучать с версии 1.7, хотя бы, между 1.6 и 1.7. И писать, как я говорю, 1.6 и на двойку 1.7, и на двойку 1.7 и двойка. То есть вы пишете постоянно в двух версиях. Затем, потому что Джанго, у нее методика такая, она постоянно меняет библиотеки, они переписывают код. Но потому что команда разработчиков Джанго взяла такое, что делать, они сказали, переписывать код. По другой методике вы Джанго не выучите никогда. Это 100%. Теперь важный момент, наконец-то мы пришли. Порядок изучения. Вот вы с нуля, да, прошли первые уроки. Прошли первые уроки. Правило самое главное. Надо быть в группе. То есть то, что я говорил о группе, это же группа Джанго живая, да. И надо быть в группе, вот учесть ту информацию. Это первое правило. Быть в процессе. Тогда вы будете писать. Вы и так, возможно, будете писать. Но здесь вы то один парень сбросил, то второй, то третий, то четвертый, что ты пишешь. То есть вы будете в процессе постоянно писать код практически. Смотрите. Теперь важные моменты. Вы прошли, усвоили. Вот дошли до функций. И зачастую, что ребята делают, погнали дальше. Ну хочется ж быстрее. Да будет яг тады, а яг тады. Да говорит, медленно, медленно. Да абсолютно верно. Просто понятие быстро почему-то. Знаете, вот смотрите. Давайте опять приведу, ну, уже, наверное, задолбал я этого Сергея Осачева. Или там того же Михаила Беляковского. Или, ну, других. Вот сейчас, говорю, Володя Фомичев появился. Такой очень активный человек. Так вот. Полгода начать писать на двух языках. Это быстро? Да, это быстро. Так вот он и работает над каждым вопросом. Быстро? Это когда вы кропотливо работаете. Но не быстро так, что вы взяли курс, за четыре дня прошли, я знаю Пайтона. Ребят, да нихрена вы не знаете. Единственное, что вы сейчас создали, когда вы прошли быстро курс без всякой методики, вы пройдете второй раз, вот так пробежите третий, и придете через год к уровню. Смотрите. Код вижу, вроде понимаю, описать не могу. Вам это надо? Но чего лететь? Куда лететь? Что горит у вас? Что у вас быстрее будет? Быстрее будет только когда вы будете соблюдать методику. Итак, дошли до функций. Смотрите, ребят, дошли до функций. Открываем SPB. Там этот раздел в любом случае сохранится, может вид изменится. Практика Пайтона ООП. До ООП вы еще не дошли. Да тут ООП только потом пойдет. И написано. Проделать уроки. Вот здесь просто подряд где-то статьи, где-то что-то, но вы в конце концов дойдете до этой ссылки. Вот здесь аж 9 листов. То есть вы здесь начинаете самостоятельную работу. Зачем это нужно? Может я сильно громко говорю, но вы уж извините. Просто, ну, такое вот настроение. Смотрите, здесь аж 9 листов. Их становится больше. Уже 10. И здесь смысл какой? Здесь я даю вопросы. А вы по вопросам, кроме видеоуроков, начинаете все писать и проискивать в интернет. Зачем? Вы спросите. Сергей Асачий когда-то задавал, думал, говорит, я себе думаю, пришел я в школу, но вот есть видеоуроки. Что мне говорить, то то искать, то это искать. Так на сегодня он может любой язык взять и там уже функцию написать за пару минут. Потому что у новичка нет формирования правильно задавать вопрос. Давайте ответим еще на один вопрос, который здесь есть. А что такое программист, да? Программист не тот, который все знает, что весь язык вы учите 2-3. А вот увидите, вы учите. Но мы дойдем до этого понимания, что это, ну, что такое разница между языком и пониманием программирования в целом. Я не быстро говорю, не знаю. Так вот. Когда вы начинаете, допустим, спокойно открыли, да, и начинаете там, вот написано. Теперь там попробуйте расширить функции. Возьмите строки, они часто используются. Попытайтесь объяснить в пару предложений, что такое строка. Вот вы это берете и делаете. Ищите уже сами в интернет. Просмотрели еще раз мой курс, но уже ищите, что у вас начинает работать. Правильно. У вас, наконец-то, начинает работать личный опыт. Ведь вы эту методику используете в ежедневной жизни, когда это не касается программирования. Например, вы купили там автомобиль, да, ну, или девчата купили там швейную машинку. Но ведь вы уже имеете понимание, пусть она по-другому, но где меняется иголка. Правильно. Вы идете, меняете. Если там кто-то из ребят купил автомобиль, надо там колодки перекинуть, то, по крайней мере, вы же не багажник будете открывать, а колеса сначала откручивать. Так вот, у вас там было на основании первой машины, кто-то что-то видел, уже сформировано вот это поле, что колодки находятся в колесах, а не наверху багажника, или там не в этом. Ну, поняли, колодки находятся не в отделении для запаски, правильно? Или там не на моторе, а именно колесах. Так вот, такое же самое, что здесь отличается? Да ничего. Вы начинаете формировать вот эти вот понятия программирования согласно поиска. То есть, вы посмотрели курс, смотрите, я уже рисовать не буду, представляем, да, вы посмотрели курс там по спискам, да, вы уже знаете, что список там одинарные двойные кавычки, знаете, что имеет какие-то методы, пусть смутно. Ну вот, вы прочитали вопрос в этом разделе и начинаете использовать функции. Я зачем? Я ж не зря пишу, здесь ничего нет не зря. Потому что я говорил, изучение, вот если вы просто со списком играетесь, вот так вот, да, это пустота, но это необходимая пустота. Как только вы начали писать первую функцию, и тот же список начали писать в пределах функции, это уже программирование. Почему? Потому что функции – это рабочая лошадка. Вы, по сути дела, и функцию пишете, и повторяете типы данных, начинаете их встраивать в функцию, то есть, нечто делать с ними, да? Поняли меня? То есть, вы все это берете и самостоятельно проделаете. И здесь, смотрите, вот я знаю, что большинство ребят просто почитают то, что написал Асачий. Так откуда ж вы писать будете? Это надо все проделать на личном опыте. Я помните вам только что сказал, что у вас формируется понимание, список, какие ключевые слова, что это такое. Но тогда, когда включается личный опыт, вы тогда и запоминаете. Пока вы смотрите видеокурс, вы смотрите и понимаете, пока делаете. Но вы еще не запомнили. Как только вы начинаете работать самостоятельно, и в этот момент начинаете все задания выполнять, используя Google, но вы-то теперь знаете, что вы ищете, знаете, зачем вы ищете, и знаете, что с этим будете делать. Это уже ваш личный опыт. У вас начинает работать личный опыт и ваши личные действия. В этот момент происходит самое настоящее запоминание и постижение этих фрагментов языка. В языке все связано. Я, может, не все упущу. Поняли? Итак, в этот же момент, когда вы дошли до функций, вы сразу открываете второй язык. Сейчас поясню зачем. Это моя рекомендация, делать или нет, вы открываете Котлин. Уже предвижу вопрос. Почему Котлин? Я, может, хочу открыть. Ты открывайте любой язык. Просто мы сейчас поговорим еще о выборе языков. Вы открываете Котлин. Здесь совершенно другая методика, которая, в принципе, сейчас, которую я рассказываю, она встроена. Здесь все о пределах функций. Если вы посмотрите план, то идут сначала там функции, уже пошли там быстро и типы, и классы. То есть сначала мы до 25-го курса пробегаемся по всему языку, чтобы не чесать рэпу, как вообще что-то написать. А после 25-го курса начинаем очень подробное уже изучение. В принципе, ООП в него встраиваем типы. Ну, поймете, да? Все. Так вот, вы спросите, а зачем мне? Так вот, так же спрашивал. Я вам сейчас дам ответ прямо. Так же спрашивал когда-то Сергей. И запечатлелись его записи. Опять же, эта запись была сделана 31 марта 2018 года. Я с группой ее просто сюда перекинул. Тогда Сергей написал. Это было то первое сообщение. Всем привет. Пять месяцев назад я ее бунт установить не мог. То есть это был полный ноль. Вот смотрите, через полгода он начал писать на двух языках. Я знаю, что он уже киви прошел. Я знаю, что сейчас со мной вместе. Неплохо. Я сейчас вот говорю, вот смотрите. Начал делать Джанго 2 плюс ВПС сервер. То есть, но, что этому предшествовал? Я ему сказал, Сергей, берите Убунту сейчас. Сергей взял Убунту. Говорю, вот теперь можете брать Дебиан. Взял Дебиан. После Дебиана пришел к серверу. Но он все это сделал на практике. А многие просто пропустили. На потом. Куда на потом, ребята? Куда на потом? Методика. Есть методика. Ее надо соблюдать. Смотрите дальше. По сообщениям. Вот. Пять месяцев Убунту, как собрать космический аппарат. Но в школе все происходит покруче, побыстрее. Каждый по совету скинулся, дело сделано. Программа обучения мне нравится. Ну и так-то, в общем, крутые ощущения. Через определенное время, Сергей написал, когда уже начал изучать котлин. На самом деле, вот это важный момент, который отвечает на вопрос, почему надо изучать второй язык. А потом уже, как выбирать языки просмотрим. Парень начал писать на двух языках. Сразу, наверное, напишу, что я думаю сейчас. Эти две ссылки дам. Я думаю, если бы я не решился изучать одновременно два языка, то я был сильно ограничен в понимании. Это главное. Ну, там прочитаете сразу. Я не хотел изучать котлин. Сначала хотел пройти пайтон с нуля. Узнав, что котлин это мобильный рынок. А, вот, подождите. На тот момент, когда Валерий Иванович предложил изучение котлин, я уже начал изучение пайтона. И был где-то возле функции. Правда, в четвертый раз. Запоминаем. Кто-то пробежался за две недели весь язык на том первом сайте, да? И все. И нифига не знаю. А почему? Да быстрее. А куда вы торопитесь? Вот, четвертый раз. То есть, человек занимался, пока не поймет. Я вцепился зубами и перевел его по полной. Я не хотел не откладывать. Правильно, не хотел откладывать. Узнал, что котлин это мобильный рынок. Я посчитал, что выпускать нельзя. Я отложил пайтон и начал изучать котлин. Уроков по котлин было немного. Пройдя их, вернулся к пайтон. Таким образом, начал их чередовать. И вы должны чередовать. Сейчас дошли до функций? Допустим, как вы разделите? Здесь это ваше право. Можете по недельным, можете по три дня. Но вы должны начать чередовать два языка. Сейчас позже я объясню, зачем это делать. Несколько месяцев все было как в тумане. Единственное, что я чувствовал, что у меня есть тонны информации. Я это все переживал на своем опыте. С которым я не понимаю, что мне делать. Я вымытан, меня врубают за комнату. Руки начали опускаться. Сомнений навалилось. Нормально. Я думал, что ничего не понимаю. Но это только казалось. Запомните, это всегда только кажется. На самом деле, я все понимал. Просто мне еще не открылась вся картина. Но картина открылась. Сам до конца не осознавая, я увидел, что у меня нет разницы между питон и котлин. Вот здесь, ребята, я и говорю, вот здесь кроется, когда вы начинаете изучать второй язык, кроется разница между изучением языка и программированием в целом. Смотрите, в чем эта разница? Этот вопрос я тоже вбил. Так, это мы еще посмотрим. Вот, разница между изучением языка и программированием в целом. А разницу я понял только через много лет после того, как преподавал язык. А знаете почему? Вот смотрите, когда я помню, в 2009 году начал изучать Python, для меня была там функция Python Dev, и это был все, материк. Да, то есть вот есть такая функция, других я не знал. Но жизнь меня столкнула с GC. И вдруг, что там я читаю, что здесь уровни, то есть функции первого уровня, а я себе думаю, оказывается функции то разные. Так вот, оказывается, смотрите, как новичок. Новичок берет и штурмует весь язык. Это на первом этапе. Но ведь мне сейчас, чтобы взять абсолютно любой язык, вырвать и начать писать, что вы думаете, я весь язык буду читать? Я просто гляну, а что там собой представляют функции. Если я посмотрел, почитал короткий код и посмотрел, там первый уровень или там функции высшего порядка, мне уже понятно, как писать. Потому что я понимаю это. Так вот, ребята, и разница есть между изучением одного языка и программированием в целом. И заключается она в том, пока вы изучаете какой бы ни был хороший один язык, вы не понимаете программирование. А что значит программирование? Все языки схожие. То есть, по крайней мере, современные языки все имеют там типы данных, методы, функции, ООП, которые, по крайней мере, мы изучаем и так далее. Но ведь принципы все эти одинаковые, только отличаются, как написать код. И какая мне разница писать функцию на самом деле в Kotlin или в Python? Да нет никакой разницы, оно просто по-другому записывается. А вот изучение языков имеет большое значение. Допустим, кто, кто будет изучать Kotlin, он все равно потом выучит и Java. У него будет тройка языков. Python, Kotlin, Java. Java, да? Это значит, можно написать хоть космический корабль, да все, что угодно. При этом сам Kotlin такой же мощный, как Java. И при этом в две стороны, да? Полностью интегрируется в Java и наоборот. Но единственная с той разницей, что с Kotlin выброшены все сложные конструкции. И сам по себе Kotlin, как в Python, создавая переменные и делая с ними действия. Все, все просто. И в Kotlin мы сразу пишем, как в Python Code. Вся многострочность происходит за кулисами. А потом спрашивает, вот тот же Эдуард спрашивает, а стоит ли вообще изучать Kotlin? Просто почему-то на сегодняшний день понимание, что Kotlin это мобильный рынок. А знаете, что у них давно есть фреймворки? Это полноценный язык. То есть на Kotlin можно написать, ребят, загибайте пальцы. Мобильное приложение. Сайт. Да, полноценный сайт. Сервис. И даже сам сервер. Это будет хороший, надежный сервер. То есть Kotlin это язык полностью общего назначения. Это крутой. И поэтому, когда у вас есть Python, это палочка-выручалочка и Kotlin, то вы можете написать вообще все, что угодно. При этом, ребят, смотрите. Конечно, можно было начать с изучения Java. Но большинство ребят, которые начинают открывать Java первым языком, то после первой кучи ошибок, без толком подсказок, его забрасывают. А почему? А потому что Java это полностью язык объектно-ориентированный. И объектно-ориентированный там урезанное. Ну то, что возможно сделать только в языке со статической типизацией. А вот когда вы изучаете Python ООП, здесь ООП, то есть самое крутое, которое может быть вообще в ООП в любом его понятии, да? И когда вы, допустим, знаете Python ООП, то читаете, а Java там поддерживает ООП то-то-то. Вам уже понятно. Вам уже понятно. Понимаете? Поэтому Python, Kotlin, а к Java вы, хочешь не хочешь, выходите. Вам придется с ним сталкиваться, но это будет просто. Понимаете? То есть Java вы изучите как не саму цель, а как просто следствие. Теперь. Ой, длинное видео. Поняли, да? Поняли разницу между пониманием программирования в целом и языком. Желательно изучать один язык со статической типизацией, другой язык с динамической типизацией. Но все задали вопрос, почему Python, почему Kotlin? А потому что есть понимание рынка. Допустим, выбор по современным требованиям и рынку. А потому что, ребята, давайте мы подумаем. Вот, допустим, в 2009 году, когда я изучал, я спрашивал себя, какой язык мне изучать. Но это был неверный вопрос. Но тогда я другого не знал. Я тыкался в ПКП, я тыкался в C-Sharp, я не знал, зачем мне нужен язык. Мне бы понять, мне бы понять. И я полтора года не мог войти вообще в языки. Но я тогда твердо решил, что я буду писать. Потом я наткнулся на Python. И опять, просто это было случайное, мне повезло, потому что я выбрал Python первым языком. Он меня обучил всем основам языка. Да, почему? Python делает много за кулисами. И поэтому, в принципе, все основы я понял. Но потом, а потом прошло время, вот сейчас важная мысль. И я понял, что языки-то надо выбирать по рынкам. А какой у нас есть рынок? Веб. Веб. Так подождите. В веб-рынке Python рулит. Вспомните Instagram. А на чем написано в Instagram серверная часть? Да на Джанго, ребята, на Джанго. А на Инстаграме весь мир. Вопросы есть нету. Подумайте. Есть мобильный рынок. А это Kotlin. Его прямое назначение мобильный рынок. Но плюс сайты, плюс серверы, плюс все, что хотите. Так получается, если я беру Python и Kotlin, Python и Kotlin, то я перекрываю веб-рынок. У меня полностью в кармане. Второе. Я перекрываю мобильный рынок. И я достаю Java. То есть любые оконные приложения самые сложные. И на Python могу оконные приложения писать. И на Kotlin. Смотрите, я перекрываю три рынка. Мне этого достаточно. Мне остается добавить только GC, потому что этот язык изучать просто отдельно GC, но я бы не стал. Это мое мнение, не ваше. Многие... А вот если я добавляю, он нужен в каждом языке, то получается, по сути дела, я вам рекомендую выйти на четыре языка. То есть Python, Kotlin, Java, GC. Все, ребята. Все, что хотите. И блокчейн сюда входит. И благодаря Python и машинному обучению, и библиотекам полностью все машинное обучение. Китайцы вон все, что хотите написали. И камеры слежения. И мобильный рынок. То есть услышали. Вот сядьте и подумайте. Современные требования. В каком направлении вы хотите двигаться? В веб? В мобильном? Значит, выбирайте языки под рынки. А не потому, что... А на этих четырех языках можно написать все, что угодно. Все, что угодно. При этом, смотрите, закладывая Python и Kotlin, Python имеет очень широкие возможности. Kotlin начинает со статической типизации, но вы начинаете работать на отличиях. В этом и суть моей методики. То есть, по сути дела, Kotlin... Python все делает за кулисами. Но в Python вы выучили методы те же, да? Там... Типы данных, там, функции, классы. Там очень широкое ООП. Я говорю, широчайшее нету. То, когда делаете Kotlin, там все надо прописывать. И вот это, то, что вы там проописываете, вы сразу, бац, я даю задание, а вот это сделаете в Python, а вот это в Kotlin. И вы начинаете и нутро Python вытаскивать. Поняли меня? И получается, что вы уже не просто, допустим, взяли функцию. Вы не просто, вы четко понимаете, что в DC это функция первого уровня, вы уже почитали. В... 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 Они сделали упор именно на функции. Классы там, все основное тоже реализовано. Но, когда вы там начали изучать классы, у вас, бац, сравнение. Я постоянно даю домашнее задание. Да, вот напишите класс в Python, Kotlin. И ребята начинают писать. Ну, я надеюсь, вы меня услышали. Итак, повторяем. Коротко теперь. Вот я разъяснил. Дошли до функций. Начинаем изучать раздел самостоятельной работы, практика Python, OOP, и подключаем к Kotlin. Второй язык. И начинаем дальше спокойно гнать. Давайте еще кое-что. Смотрите. Вам самое важное на первом этапе преодолеть страх переключения. Что такое новичок? Вот, допустим, обратите внимание, вы же видите, когда человек только сел за руль автомобиля. Он же смотрит, и сам помню, как я разворачивался, да. Дядька стоит там полсантиметра. Я только смотрю сзади, в зеркало прямо-прямо, ни вправо, ни влево. Он уже машет руками, я говорю, да я только первый день за рулем. Это было давно. Но ведь то же самое происходит и при изучении языка. Вот он вцепился с жесткой хваткой в этот язык. Все, я никуда не уйду, буду изучать. Чего ты там пыхтишь? Чего ты изучаешь? Тебе программирование надо понять. Ух ты! Бери, как говорит Бавсуновский, Бавсуновский, сейчас. Дошел до функции? Иди изучай функции. Тебе сейчас надо преодолеть. Боязнь переключения. Ведь что боится новичок? Ох, думаю, сейчас оставлю Пайтон, начну Котлин, то забуду. И так происходит. Он уже через день возвращается к Пайтону, уже с трудом вспоминает. Ребята, не останавливаться на этом моменте, а продолжать. Пройдет месяц, пройдет два, пройдет три, но потом вы вдруг словите. Оказывается, что на Пайтон писать, что на Котлин, что на Джи Си, да нет разницы на самом деле. Переключился, пишешь на этом. Но ведь это надо когда-то начать. Вот начните прямо сейчас в моей школе. В нашей с вами школе. Поняли? Надеюсь, поняли. Давайте еще, что я тут... Так. Методика понятна, да? То есть, кроме видеоуроков, да, которых уже более 17 суток, важно, важно. Вот, только что мы рассмотрели и как с нуля изучать, да, вот эту. Теперь, что дают курсы, разница между моей методикой? Да, ну что говорить? Я вам дал прочитать истории, прочитайте, вот написал Миша Беляковский, который был на курсах, которые стоят 500 долларов. Он написать начал реально код в школе. Вдохновляющий пример ребят. Ребят, ну я не отговариваю вас от курсов. Есть деньги, сходите на курсы. Но поймите, курсы делают люди, кто основал курсы, не для того, чтобы вас научить. Это только дурак Бовсуновский берет человек, один раз оплатил, и вот я с ним работаю, работаю, да потому что мне это интересно, ведь я и сам расту, понимаете? И моя-то задача вывести в школу к продуктам, то есть у меня свои цели именно вот эти. А курсы в основном, там, три месяца. Три месяца выучите язык. Да черта с два вы за три месяца что-то выучите. Вы через полгода еще только начнете возможно писать. Если изучать по моей методике, то вот как Сергей Асачий, да, вот он начал реально писать, а дальше уже дело за ним. Но за три месяца, что вы там будете, станете программистом, да болваном вы будете обычным, который просто напихана куча кода и куча мусора в голове. Особенно без методики. Поймите, любые курсы сделаны, чтобы зарабатывать деньги. Подумайте реальную цену. Ну вот, есть 17 суток видео и видео я добавляю, завтра будет 20. Так что мне, цену поставить 100 тысяч, кто ж купит. Поэтому я пока и делаю скидки, да, делаю, чтобы ребят обучать. Есть деньги, пройдите курсы, в этом неплохо, там хорошие профессионалы. Но они пришли, вот он вышел, почитал, а сама теплицей думает. То есть, а разница между моей школой? А, ребят, так я аж все расту и на личном опыте. То есть, вот закончили с Жанго, я взял, ага, ну, понадобилось мне перенести на более серьезный сервер, да, я взял и начал сразу писать курс Жанго 2 плюс ВПС сервер, который, я понимаю, что, ведь классно, когда человек написал сайт на Жанго, взял, сам, значит, установил сервер, закачал туда программное испечение, закачал свой сайт, сам обслуживает. Это нормальный программист. Или вы мне скажете, дядька сервера или там тетка сервера будет знать лучше, чем вы, который программист, что он восстановит на сервере? Да черта с два, если взять СНГ или Беларусь, у нас сервера осталось и на лет 10. То есть, у нас все еще ПХП. Почему? Да потому что программисты на сегодняшний день пока вот ПХП выучили, вы что думаете, старые программисты хотят что-то новое учить? Да черта с два, и много сайтов наделаны на ПХП, но пусть они делают, но ситуация, это уже давно меняется, возвращаться к чему-то. Сколько ребят с ПХП приходит, хочу переписать сайт на Джанго, потому что что такое ПХП? ПХП это вот, берите удобрения, берите забор, берите там поливку, все в одну кучу, вот вам ПХП. Что такое Пайтон и Джанго? Это вы, удобрения у вас в сарае в одном месте, вода у вас в колодце, а деревья у вас на месте, да, там где они растут, вот это и есть Джанго, все на своих местах, конечно же, к этому идти. И у ребят еще такое, а вы знаете, не востребована работа, глупостью это, пришел Миша Просенко в школу, пришел, не зная, знал ПХП, но не знал, вот я про него писал, но не знал, вот его сайт, да, но не знал Джанго, Миша Просенко, но так как уже он был программист, он первые там две или три недели изучал Джанго и сразу же, ребят, на чистую, мне страшно было, он писал сайт для медкомиссий, и этот сайт и поныне работает, то есть человек писал сразу сайт за деньги, изучая мои уроки, да, то есть он знал, что хочет, и этот сайт работает, только ссылка еще что-то другая стала сейчас, надо будет переставить. Да, 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 где-то я немножко что-то тут напутал был, это Александр Гланин, там человек носил телефоны, вот он писал до этого, так вот, носил телефоны, школа ему помогла, это не тут, ну вот, вот пример даже центра, делал сайт по ходу изучения ваших уроков по Жанго, пришлось изучить Жанго за две недели, то есть человек знал, надо было заработать деньги, взял мои уроки и пошел бомбить сайт, ну, смелый, смелый Александр, я, знаете, даже хлопать, я так побоялся, да, то есть, насколько отчаянный человек, ну, все сделал, все работает, ой, сбил себя с мысли, дайте открою наш план, так, методика, то есть, по методике вы уловили, да, то есть, уловили, это в конце еще, что дают курсы книга, а, мы курсы говорили, так вот, так я ж не отговариваю, ребят, есть деньги, я только за, пройдите, там вам дадут хорошую информацию, но сжато и быстро, то есть, чем отличается школа, а вот вам, пожалуйста, живой пример, давайте посмотрим, то есть, смотрите, на курсах прошло занятие по спискам, вы ж не придете через неделю и скажете, а я хочу списки, а приходи на следующий курс и еще 500 долларов заплати, преподавателю тоже платят зарплату, там, да, он там не хозяин, он с вами заниматься не будет, в школе все немножко по-другому, немножко, а множко, берем историю того же Дениса, я ж не зря взял, а ведь таких ребят, как Денис, очень много, вот, Денис Латыпов написал, человек пришел, потом полтора года, что-то там делал, ему все казалось, потом вернулся и начал писать, вы знаете, совершенно неплохой код, прозрение, или он созрел внутри, я не знаю, почитайте эту историю, да, но вопрос в том, у человека поперло, да, то есть поперло, и, чем хороша школа, вот прошло полтора года, пришел, хочу заниматься, а ведь недавно двое ребят, тоже писали, ой там, потерял логин, пожалуйста, выслал, уж доступ-то пожизненный, хочу заниматься, так вот, ребята, совет вам, совет, вот как раз открою, одно из сообщений, сейчас, Михаил Штейн, вот он правильно понимает, если так пойдет, Валерий, огромное вам спасибо за котлинный андроид, это отличный, на сайтах Пайтона, Котлин авторизовал, шефер, ну это бла-бла-бла-бла, Валерий, хочу вам сказать спасибо, ну себя хвалить не надо, я перелил весь интернет, поиск ответов на Пайтона Джанго, в особенности Джанго, интересовали меня видеокурсы, с чего начать, куда смотреть, и что-то более-менее простое для новичков, не удалось найти, информации много, но она не совсем для новичков, и подается не так просто, очень распространены видео уроки, по часу полтора, ну это как я сейчас делаю, а так в школе по 10 минут уроки, когда, потому что я понимаю, что человек должен усвоить, повторить и отложить, лично это меня утомляет, информация не откладывается, но попав на ваше видео, я понял, что этот формат именно то, что мне нужно, уроки по 10-15 минут, подача легкая, смотреть интересно, а главное, что все понятно, вот это самое главное, когда человек понимает, он запоминает, а если нужно к разделу, и так, на данный момент делаю основного упор на веб, Пайтон не забывая, понимая, что это основа, знать необходимо, ну где-то просто он писал, что я не тороплюсь, это очень правильный подход, ребят, вконтакте, здесь отключены комментарии, здесь просто я даю, что происходит в школе, выкладываю, такой-то курс вышел, вот кто-то что-то написал, с ребят школы, то, что может помочь, кому-то другому, либо принять решение, либо там, понять какую-то мелочь, посмотреть какое-то видео, то есть здесь можно поставить там нравится, но комментарии здесь отключены, почему я объяснил, потому что это просто то, что происходит в школе, отражает, я не собираюсь здесь ни с кем спорить, вот я какой есть, не принимаешь меня, значит, там, забудь мою страницу и все, принимаешь меня, значит, работай вместе, писать будешь, поехали дальше, поняли, да, то есть, хочешь, сиди над курсом неделю, хочешь, две ребята помогают, и я направляю, когда человек активный, то есть, по крайней мере, рано или поздно разберешься, написать будешь, иногда, вот как Денис Латыпов, да, не мог понять, а потом бац, как прорвало, поэтому, а, тогда я забыл сказать одну фразу, ребят, не бросайте язык, все равно не бросьте, ведь потом пройдет год, полгода, опять вернетесь, так вот, устали, отдохните, пусть это будет три недели, там, четыре месяца, но не бросайте, просто отдохните, а лучше выберите такой режим, чтобы вам было удобно заниматься, как изучать языки программирования с нуля, мы это и рассматриваем, выбор языка по рынку, только что рассмотрели, инструменты, вот это важный момент, вот я часто говорю, инструменты полностью связаны с понятием документации, абсолютно верно, вот, допустим, одно из последних, Владимир Барабанов, я помню, просто фамилия такая интересная, поэтому я запомнил, но вот, когда очередной, не очередной, а еще один человек пишет, что он, ну, грубо говоря, корабль вышел в море и вперед, вот он, такая ситуация, у вас я получил хорошие водные знания по питонжанга, но так вышло, основным источником стала официальная документация, в любом случае, я очень благодарен, спасибо, кстати, недавно закончил первый проект, ну, я скажу честно, я очень рад, потому что это цель школы, поставить человека на ноги, но все равно мне почему-то немножко грустно, я не знаю почему, я не анализирую, просто немножко грустно, но это хорошая такая грусть, когда еще один человек стал на ноги в программировании, поэтому трудно мне здесь что-то объяснить, к чему я это сказал, вот он писал про документацию, так вот эти инструменты, основные для новичка, должны быть, Jupiter и Git, да, Jupiter я сразу включил в тот же сервер, мы говорили, что Jupiter это командная строка, но командная строка, которая убирает всю боязнь, которая убирает боязнь командной строки, и вся документация построена, в общем-то, чем объяснять, я недавно записал специально по этому поводу видео, и я вам его добавлю, здесь расскажу только саму суть, сейчас я добавлю, все, мой зайка, жена выгоняет меня кушать, я позавтракать забыл, ну ладно, и так ребята, уже надо доделать, так вот, смотрите, эти два инструмента, особенно первый, связаны с документацией, с понятием документации, я вам дал вот здесь историю ребят, почитайте историю Миши Беляковского, и найдите там то, что он, вот тут вдохновляющий, да, там найдете Михаила Беляковского, найдите то, что он писал про документацию, а ведь я постоянно на этом заостряю внимание, и говорю в школе, но опять, опять вот, на вопрос Эдуарда, какого уровня можно достичь, а вот этот совет, этот совет, вот сейчас, который я сказал, профукал, все, документация тебе будет понятна, с трудом, по крайней мере, долгое время, а можно этот вопрос, за там 5-6 месяцев решить, для этого надо начать использовать Джупитер всего лишь, почему, потому что в моей методике, я вложил простую вещь, вот представьте, новичка, который приходит, совсем новичок с нуля, и начинает пытаться найти, разобраться в сайте Джанго, да, здесь есть пример, но на самом деле, новичку он нифига не дает, кроме общего понимания, ведь документация Джанго того же, и любая другая, написана для человека, который понимает фреймворки, а не для обучения, понимаете эту разницу, так вот, смысл такой в школе, я ребятам объясняю, идите от наших уроков к документации, что надо сделать, абсолютно верно, раз, взяли контекстные процессоры, проходим, да, пусть вы покопаетесь 10 минут, но найдите это в документации, посмотрите, как это описано, сделайте примеры в Джупитер, а чем хорош Джупитер, да, потому что мы это проходим, в любом случае, вот берем обычная командная строка, да, обычная командная строка, обычная командная строка, так, не то, консоль, да, здесь вот вы перестали писать, закрыли и все забыли, а Джупитер ноубук, вы можете все это дело сохранить, то есть вот такой документ, да, и всегда пройти этот код, прописать снова и снова, посмотреть ошибки, и это будет сохранено как документ, так вот, когда вы идете от вашего приложения к документации, то есть, ведь вы когда смотрите те же там контекстные процессоры, вы понимаете, о чем идет речь, речь идет о контекстных процессорах, то есть, это те вещи, которые вы хотите, чтобы отображались на всех страницах сайта, но когда вы идете к документации, вы уйдете с пониманием, что смотреть, и вот так, когда вы будете делать, со временем пойдет обратный процесс, вы уже будете понимать, смотря документацию, и знать, что сделать в проекте, но это не главное, зачем командная строка, да, можно привести такой пример, что командная строка, вся документация, пишется любого языка, на чем, на командной строке, то есть, примеры кода, это первый, но ведь, если не начать работать с командной строкой, когда вы это будете понимать, никогда, так начните сейчас, опять Эдуарду, который задавал вопрос, отвечаю, когда он спрашивал, а какой уровень может достичь, вот пропустили этот совет, уже тяжелее будет, от кого зависит уровень, Бовсуновский все рассказал, а сделали или нет, это уже дело за вами, ну считаете, что вот я 9 лет, и дам плохой совет, который приходит, там, через 7, через 8 лет, это же понимание, ребята, знаете, каких денег стоит на самом деле, это огромнейшее понимание, с годами накоплено, каждый день, я работаю с участниками, то есть, это опыт, совершенно реальное обучение, а если вы там будете выдумывать, да, у вас будет все нормально, только позже, потому что все равно, вы придете к тем вещам, о которых я говорю, но позже, зачем терять время, не надо, поэтому слушаем, и желательно, вот то, что я рассказываю, конспектируем, чтобы потом понять, это вы будете делать, это нет, решили делать, значит, делаем, почитайте статью, Михаила Беляковского сказал, и обратите, когда вы прочитаете статью, вы поймете, там Миша писал, что я никак не мог понять, как работает документация, а ведь я в уроках много про это говорю, но многие пропускают, сейчас заострю внимание, так вот, а в Джупитер на самом деле, вы можете и куски кода писать, и полные функции, это же красота, но ведь будете понимать, хааа, ребят, хорошо, инструменты мы с вами рассматривали, гид, научитесь работать с гид, пусть не сразу, просто-напросто есть разница, вы постоянно, опять вот недавно пришел парень, но это немножко по-другому, писал опять, тот же Михаил Штейн, а вот, Валерий, вы в конце первого курса, я уже не помню, где это на Python Tut, попросили оставить отзыв, был у меня небольшой учебный проект, по курсам Жангой школы, СПБ, пришло время осваивать гид, до вступления в Python Tut, я думал самостоятельно попробовать создать репозиторий, все настроить, попробовать проект заправить на битбакет, попытки, естественно, не замечались успехом, правильно, потому что, если начать с самого нуля, то придется иногда 3-4 недели покопаться, лучше посмотреть уроки, и сделать это за один день, а потом все равно эти 3 недели уже наращивать, разница есть, сегодня, снова взялся за дело, но уже по вашим курсам, все действия производились со старым проектом, видимо, я его где-то сломал, пошли сплошные ошибки, ничего не отправлялось, потратив всего несколько часов, было решено снести проект на часть столя, сейчас шагом следуя вашим рекомендациям, в итоге все прошло с первого раза без единой ошибки, все верно, и дальше я ему дал советы, сделали веточку, надо вам написать какой-то код, есть у вас основной проект стабл, дальше деплаумент, и хватит 2 ветки вам, разработка и стабли, то есть пишите новую функцию, сделали веточку, раз отработало, слили, сделали, слили, тогда никогда не надо будет возвращаться, много чего хорошего, это сейчас не все инструменты, ребят, инструментов намного больше, просто я сказал вот новичку, что надо начать делать, потому что джупитер связан с пониманием документации, и самый главный инструмент, это подсказки в группе, то есть, вы сейчас слушаем внимательно, это важно, важно быть в группе, и важно то, что мы рассматриваем вначале, то есть, допустим, Владимиру Фомичеву мы, я его направил, да, разбирали срезы, споймали себя на мысли, ах, я срезы помню, но смутно, все бросаем, это основа, ребят, сейчас прозвучит важная мысль, перестали вертеться, пить кофе и курить, а сели спокойно слушаем, важная мысль, в языке есть основа, и основу не завтра, не послезавтра, не вчера, то есть, вчера вы должны знать, сели за язык, есть типы данных, не знаете, болван, болван, что это за издевательство над собой, типы данных должны отлетать, подняли вас с ночью, вы еще не знаете, где вы находите, но уже говорите, список, словарь, то-то-то-то-то-то, отчеканили, срезы, это в Python относится к основам, они должны отлетать, вчера, вчера, ребята, если вы изучаете Python 2-3 месяца, а про срезы задумывались, срочно, бросили, и понимаете, срезы, это тоже одна из основ языка, значит, должно отлетать, и пониматься твердо, вчера, ребята, вчера пониматься, поэтому, вот эту вещь, не пропускаем, запомнили, и срезы здесь сейчас, на самом деле, ни при чем, тут будет, в группе, проходит задание, по функциям, по классам, просто, вы должны понимать, я это говорю в уроках, что в любом языке, есть основа, это типы данных, это функции, это ООП, да, допустим, если он содержит, но есть основы, есть методы, есть там, это все основы языка, в любом случае, смотря уроки, вы с ними сталкиваетесь, но вы должны, я уже повторяю, раз в пятый, и там еще видео посмотрите, опять, Эдуард, вот вы спрашивали вопрос, какого уровня достигну, если, допустим, вот сейчас я рассказывал, и вы с этого ничего не вынесли, именно, Эдуард, да, то, уровень ваш остается тем, на котором вы реально достигнете, хотите быстрее, делайте, как я говорю, включайте это повседневную работу, то есть, сели в группе, увидели те же срезы, это у нас пример, могут быть функции, могут быть в классах, и только вам в голову пришло, что о срезе, то я вроде изучал, но туго помню, все вместе с Володей, да, обсудите вы, проделайте, выкопайте, проищите в интернет, посмотрите урок, но, вы четко должны понимать, больше вопросов по срезам, у вас нет, и так, каждый шажок, школа и группа, она вытягивает очень много, надо быть в группе, надо применять эту методику, тогда вы продвинетесь далеко, так делает Асачий, что не задашь, он все делает, все делает, кстати, я как раз, когда было по срезам, я, Володе задал, тоже по срезам, да, а Сергею сказал, а пожалуй, Сергей, проделайте это, но уже в Джупитер, да, и все, Сергей это проделал потом, что и он, но уже в Джупитер, то есть, чтобы школа видела, что надо делать в Джупитер, да, и при этом, у них совершенно разный код, но смысл один, молодцы, молодцы, хотя не всегда так было, да, Сережа начал легко писать код, это каждодневный труд, и это может каждый, ребят, не говорите мне, что я там не знаю, я не математик, да, никакого отношения программирования не имеет к математике, я понимаю, если вы будете разрабатывать математическую библиотеку, так, извините, человек, который не понимает математики, точно этим, но ведь Джанго, какое имеет отношение к математике, обычная логика, взял функцию, ах, вы логику не знаете, а вот тут мне не надо пи, врать, грубо говоря, вы меня поняли, в магазин ходите, список составляли, что вы в магазин заходите, и, ой, паника у меня, я не знаю, где мясо, где колбаса, да нет, в магазин ходите, и что вы мне скажете, что вы уже не программируете, вы что посмотрели на вывеску, которая висит правее, вы уже, иф, иф, если вывеска прямо, иду прямо, если направо, если вывеска справа, значит, элс, иду направо, не, ребята, каждый человек программируемый занимается каждый день, единственное, один себе выдумывает, я не программист, потому что я не понимаю, а, а логику применяю списки, отдых расписать, о, там работает логика у всех, и у всех программисты, уже до минуты распишут, поэтому не врите себе, каждый человек программист, вам что надо сделать, смотрите, ведь программирование, почему-то, знаете, бред читаешь, да, программирование, надо разбираться в математике, ну, да, кто делает какие-то математические функции, а я ребятам говорю, да не пишите вы эту хрень, не пишите вы хрень, с этим математическими примерами, как луз, это никогда никому не понятно, никогда не понятно, к чему встроить, пишите, вот как я вас учил, варим суп, добавляем хорох, фасоль, теперь все понятно, понимаете, математические функции поймут часть людей, у которых математический склад ума, но они не жизнеспособны, а если вы переложите на суп, значит, в чем суть, да суть в простом, вам просто найти надо себя, и вот здесь я не включил одно правило, поиск себя, а каждый находит себя, у вас есть хобби, у вас есть желание, единственное, торопить не надо, поиск себя я уже не буду дописывать, но он есть, да, я видел, сколько людей в школе находило себя, вот человек с Москвы, Саша Голайн, где-то есть его сообщение, я вам говорил ранее, да, вот он писал мне письмо, два года назад там, я носил телефон и продавал по салонам, ну, вообще везде, по Москве, ну, грубо говоря, из двери в дверь, а сегодня я работаю в банке программистом, школа ему помогла, вот именно, стартануть, дальше он уже разобрался сам, разобрался в GC, разобрался уже в документации, но сказал огромное спасибо, то есть, миссия опять в школе была выполнена, так я к чему говорю, человек изучил Жанго, нашел себе работу, кто-то парень писал, помню, он начал, сначала учил Жанго, потом оказалось, что востребовано было там, в его регионе, программировать табло, он занялся Пайтон, сегодня программировать табло, на этом зарабатывает, каждый, каждый, ребята, найдет себя, только надо это делать правильно, как делают неправильно, я сижу и думаю, сейчас, ну вот, ребят, а что я хочу сделать, ребят, вот сейчас слушаем опять внимательно, потому что от этого зависит, потеря или не потеря времени, запомните, вот сидит новичок, и размышляет, вот я хочу сделать сайт, это пока на уровне хочу, и рассматривайте это, не то, что вы будете делать, а то, что это вас привело в язык, завтра вы откроете для себя котлин, послезавтра кто-то откроет машинное обучение, послезавтра кто-то по геям, и вы обязательно словите себя на мысли, да, мне это интересно, вы встанете из-за стола, будете ложиться спать, и вам будет уже хотеться идти, а что там еще, и вы вдруг себя словите, что у вас начинают прокручиваться мысли, оно вас само найдет, так что надо сделать, чтобы нашло, да просто заниматься по методике, о которой я говорил, просто пока не надо ни о чем думать, а делать так, как я говорил, вот как мы говорили в начале, да, прошли курсы, зашли до функций, начали изучать углубленный раздел, подключили котлин, бас, там кто-то словил мобильное приложение, глюк, все хочу, все четко, дальше продолжаем, но сюда делаем упор, оно вас само найдет, но вы делайте, но если вы будете сидеть и думать, что от чего я хочу, на самом деле, вы сами не знаете, насколько у вас широки таланты, ребята, ведь славяне настолько талантливые, только, и вот себя ужать вовсю, да, вот хочу вот это и все, вот это тоже у них классно, у нас с вами, да, поэтому отпустите вы себя, да само это придет, вот ваша сейчас задача простая, помните, мы рассматривали, это очень важный момент, ребята, извините, что длинная, вот он момент, важный, вот вы учитесь, ваша задача понять разницу, между изучением языка, и программированием, то есть бомбите два языка, нарабатывайте, а придет вот это время, и это направление, у вас само вырастет, сам интерес, который для вас откроется, поняли, поэтому не надо кипишить, и не надо дергаться, а просто уверенно идем вперед, не пойдете вперед, ничего не будет, потому что надо, для того, чтобы вы уже осознали, и то, и то, и все, хочу писать, для этого надо определенный порог внутри, и вы обязательно себе скажете могу, то есть, вы подводим итог, как открыть путь к любым языкам, вы наверное поняли, что изучая Python и Kotlin, вы это переживете на себе, вы потом откроете GC, вы будете, конечно, пойдете смотреть, а что там за функции, те же, вот то, что я рассказывал, да, и вы уже будете писать, просто по-другому немножко, как в Python, как в Kotlin, но вы будете понимать, что это функция, что вы можете написать метод, и пусть это GC, ну и что, ничего страшного, вы начнете, именно уже, у вас появится, как-то Александр Ситович, конечно, в школе, он сказал, осведомленность о языках, то есть вы будете понимать, что содержат языки, про самостоятельные занятия, я много говорил, да, про группу, что мы формируем, и про уровень, я часто останавливался, что важно быть в группе, что важно слышать советы, ведь я только дал сейчас два совета, да, но на самом деле в группе постоянно, я говорю, то подтянуть, это подтянуть, нельзя взять и собрать советы, все сразу, они выплавают, их выталкивает жизнь, да, и все эти методы, много их в группе, вот эти все мелочи надо учитывать, всего лишь, поэтому от этого и есть уровень, да, насколько человек будет заниматься, насколько понимать, но все начинается, я говорил, с того, пока вы в голове себе не поймете, а это вот первое видео, да, вот вы сидите сейчас, вы новичок, посмотрите вот это первое видео, у вас уже в голове должен быть план, как вы будете изучать язык, как вы будете отслеживать свой рост, куда вы будете двигаться, но остальное я дальше рассказывал, да, то есть где самостоятельно работать, где как, то есть по крайней мере, сейчас у вас есть четкое понимание для старта, для успешного старта, и уже сказать у меня не получается, то я вам тоже тут напомнил, извините, говорю, ребята, а в магазин ходите, ходю, а на отдых ездите, езжу, а на шашлыки ходите, хожу, а списки составляете, составляю, тогда не рассказывайте мне, что вы не программист, все это программируете, но в голове, а в чем разница между, это просто-напросто, то же самое передать только компьютеру, разницы нет, ход мысли один и тот же, историю ребятам тоже говорил, ребят, ну, долгое видео получилось, извините, но по сути дела, возможно, сильно эмоциональное, ну, такое настроение, возможно, где-то вам покажется запутан, на самом деле, путаться не в чем, вот послушайте это видео с виском бумаги, запишите, потом просто, вот подумайте над этими мыслями, которые я говорил, они вполне реальны, они вами используют самое интересное в повседневной жизни, но в других областях, так, ребят, так изучение языка ничем не отличается, это та же профессия, просто почему-то думают, если язык, значит, это что-то особенное, да нет ничего особенного, нет, это то же самое, что, ну, в общем, ладно, спасибо, да, кто начал с этого видео, а ну, ссылки есть, начинать надо, в любом случае, с fb-retout.ru, спасибо за доверие, все получится. спасибо.